Всем привет! Вы снова на канале SEOquick и мы говорим по поводу того, как прошел недавний апдейт, январский апдейт Google 2020 и как он покосил сайты. Я нашел статейку сначала на SEOnews.ru, собственно, потом перешел на первоисточник и хотел бы, собственно, познакомить вас с результатами первоисточника. На Search Engine Land провели анализ, какие ниши коснулось, собственно, какие ниши больше всего пострадали от этого алгоритма. Ссылочку на эту статью я, конечно же, оставлю у нас в Telegram канале, так что не забываем подписаться и, конечно же, сброшу всю эту информацию для вас. Итак, собственно, обновление алгоритма Google затронул почти все категории, но больше всего Your Money, Your Life. Это те самые категории, которые связаны непосредственно с здравоохранением, то есть те, кого коснулось спорт, новости, онлайн-сообщество, игры, искусство, развлечения и финансы. То есть на эти ниши, кстати, тоже коснулось очень сильно ранжирование. Также сообщили, что домены Your Money Life, это здравоохранение, медицина, тоже были очень сильно затронуты. Также, если вы изучите полностью первоисточник, вы увидите, что часть сайтов очень сильно поднялась, во время как другие прилично просели. Собственно, что же делать, если ваш сайт пострадал от подобного апдейта? В первую очередь скажите, пострадали ли вы? Хотелось бы услышать, если вы пострадали, напишите мне в комментариях, либо нам в Telegram канале ссылочку на свой сайт и скажите, собственно, коснулось ли вас январьское падение трафика. Увидели ли вы серьезную просадку по позициям? И самое забавное, действительно, я бы хотел рассмотреть чек-лист, а как правильно исправить свой сайт? И самое забавное, что Google говорит прямым текстом. Не стоит обращать внимание, что, типа, если вы просели по этому январьскому апдейту, это не значит, что с вашим сайтом что-то не так. Это не значит, что там где-то сегошник нагрешил, где-то что-то не так там у вас с ресурсом. Это значит, что Google выбрал другие ресурсы выше, чем ваш. То есть, он отранжировал ваш ресурс выше. Это значит, что с вашим сайтом действительно не так, потому что он проигрывает после недавнего апдейта непосредственно конкурентов. Поэтому, в первую очередь, на что бы я бы обратил внимание, это я бы начал штудировать такую вещь, как руководство аксессоров и непосредственно изучил бы его полностью. Руководство для аксессоров. Это то самое руководство, по которому пользователи, значит, сотрудники Google определяют, какая страничка является лучше, чем какая-то либо другая, связанная с вашим конкуренцией. Поэтому я собрал простой чек-лист, который мы сейчас озвучим, который следует. Нашел его, кстати, в сети. Поблагодарю SEO News.ru. И этот чек-лист теперь будет у меня непосредственно постоянным. И вот сейчас мы его пройдемся. Какие, собственно, вопросы по качеству контента следует задавать теперь, если вы пострадали? Содержит ли ваш контент оригинальную информацию, отчеты, исследования или анализы? Или является попросту перепечаткой? Во-вторых, является ли контент полностью раскрывать описанную тему? То есть, полностью ли соответствует раскрытая тема заголовку или всего лишь частично? Третьих, если на сайте неочевидная информация, полученная в ходе анализа или исследования. То есть, обязательно, то есть, ее нужно выделить. Если ресурс берет контент с других сайтах, вы переписываете или добавляете что-то от себя? Я говорил попросту, много чего по поводу цитирования, что разрешается цитировать не более 30 процентов от первого источника, а также следует учитывать, что вы цитируете не более 30 процентов от того, что вы взяли. То есть, если вы взяли, берете, цитируете материал, не цитируйте его полностью. Это во-первых. Также не забываем про ссылочку на первоисточник. Если вы берете, то есть, заголовок и title суммирует информацию, заданная в тексте или нет? Да, очень важно отделять заголовок и SEO title. Они должны дополнять друг друга. В заголовке title нет ли преувеличения или кликбейта, шокирующей информации? Это скорее будет минус, чем плюс, если вы будете использовать эту технику. Вам бы самим, такая хитрая, хотелось бы сохранить страницу в закладке или поделиться ее с друзьями. Да, многие статьи хочется сохранить закладки, либо зашарить в соцсети. Сейчас нынче модно не сохранять закладки, а шарить в соцсети. Что сохраняют закладки? Чек-листы, инструкции, какие-то справочники, то, что хочется действительно сохранить. Новости всегда хочется опубликовать, кинуть в Twitter, кинуть в Facebook, какие-то интересные новости. То есть, то, что произошло, всегда хочется этим поделиться. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы новости были максимально похожи на те вещи, которыми чаще всего делятся. Конечно же, следующий вопрос на поводу экспертности. То, что рекомендуется, в любой нормальной компании должен быть редактор. У нас есть свой, мы пользуемся, для наших клиентов она проверяет все тексты, которые пишут их авторы. Разные авторы, иногда копирайтеры, найденные на бирже, иногда их сотрудники. Но у меня есть редактор, который проверяет все тексты. Почему? Потому что орфографические и стилистические ошибки являются критичными для продвижения вашего ресурса. И также очень важно прорабатывать контент. Насколько он структурирован, насколько он хорошо собран, правильно ли подобраны заголовки и общая структура или все написано в спешке. Также очень важно учитывать оригинальность. Вы должны делать так, что контент должен в первую очередь выходить на вашем сайте, а потом уже на других платформах, а не наоборот. Также очень важно, не используете ли вы слишком много рекламных объявлений на ресурсе. Потому что иногда можно с ними переборщить и таким образом проиграть ранжирование и полностью у вас результаты будут понижены. Как я говорю, асессоры могут просто вас сбросить. И также нормально ли отображается ваш контент на мобильных устройствах. Это не автоматический фактор, точнее полуавтоматический фактор ранжирования, потому что если у вас проблемы с мобилкой, ваши позиции могут быть понижены. И как я говорю, асессор иногда может решить вашу судьбу. Ну и соответственно всегда проводите сравнение. Сравнивайте с другими страницами в поиске по нужному ключевому запросу. Если вам SEO-шник собрал семантику и вы с ней согласились, вбейте этот ключ в поиске и не смотрите на себя любимого, а сравните тех, кто в топе. И не ругайте SEO-шника, если он говорит, что я не могу вас продвинуть, потому что ваш сайт устаревший, вы его не меняете. Изучайте конкурентов, смотрите, что сидит в топе по этому ключу. Для этого у нас есть удобный скрипт, мы уже про него много раз говорили. Вы можете вбить любой запрос, допустим SEO. Возьмем любой запрос, давайте собственно чек-лист по раскрутке. Вот мы берем этот запрос, берем выдачу и по этому скрипту мы можем посмотреть все сайты, которые ранжируются по нему. И вот как мы видим огромное количество чек-листов, которые можно все сохранить и конечно же потом добавить себе на ресурс. Эти чек-листы, у нас этот скрипт, он есть на нашем фейсбуке, мы его обсуждали в ряде вебинаров, поэтому если вы нас слушаете, вы можете обязательно сходить к нам на наш youtube канал, посмотреть недавний вебинар, ссылочка на скрипт есть в закрепленном комментарии. Вот. По этому поводу я бы хотел, чтобы вы сосредоточили все свои усилия на то, чтобы продвигали свои сайты, а не занимались тем, что надеетесь, что они продвинутся сами, улучшали контент на них и всегда собственно сравнивайте. Контент отвечает, последний вопрос, отвечает ли вам поисковому запросу, который задал пользователь или он просто вы взяли заголовок, описание и на этом, как говорится, все закончилось. Очень важно, чтобы запрос соответствовал не только вашему тайтлу и заголовку, который вы с сеошником сварили в табличке, а также соответствовал конечной странице, не написанному тексту, а конечной странице в целом. На сегодня все, этот простой чек-лист вы можете забрать прямо из этого подкаста, ссылочка будет в описании на скрипт, если вы вдруг будете его искать. Подкаст можно будет найти на ютубе, если вы нас слушаете сейчас в аудио, можно найти, найти эту ссылочку. Также я буду дублировать всю информацию в телеграм-канале, обязательно не забываем на него подписаться, также ставим лайки на этому видео, не забываем подписываться и до новых встреч!